Прежде чем я успел подобрать подходящее сравнение, приехал Ричард Хаммонд на своём Ариэле Номаде. Это Ариэль Номад! Да, я уже сказал это за кадром. Почему ты не привёз Порше? Ты бы мог привезти тот Порше, как его, ну тот новый, который был Хренстером, а стал... стал 900... 700... 718-й? Да, точно. Почему ты его не привёз? Потому что привёз Номад. Никто не спросит, мне купить Ауди или монтажные леса? Уверяю тебя, нет, потому что они оба... Что? ...автомобили. Цена одинаковая? Нет. Производительность? Нет. Они для одного и того же? Нет. Пока мы спорили о наших отличающихся машинах, Джеймс приехал на ещё более отличающейся Ладе Рива. Так не пойдёт, я... Это... Лада Рива. Мы знаем, мы уже это сказали. Я обращаюсь к зрителям. Да, но они уже это знают, я сказал это за кадром. Ты ещё не записал за кадр. Записал. Да, уже записал. Он мою машину уже назвал. Это машина, о которой уже сказал Джереми. И я заплатил за неё 800 фунтов, а значит, у меня остались ещё 1200 фунтов на необходимые модификации. Это очень много. Что? Какие модификации? Чтобы превратить её в пожарную машину, мы превратим их в пожарные машины. А кто говорил про... Я не... Превратить свои машины в пожарные, исходя из бюджета. Я потратил 800 фунтов. Я просто взял её в Ауди. Да, я позвонил и попросил дать нам ад. В таком случае вы не выиграете соревнования. А я и не участвую. Нет, участвуешь. Джеймс, мы много раз думали о том, как превратить что-то в классную пожарную машину. Это невозможно. Пожарные машины уже существуют, и они отличные. Да, они уже меньше, чем ожидалось, быстрее, чем ожидалось. В них помещаются пожарные и вода. И они отлично работают. Именно. В этом и состоит задание. Ты не можешь превратить её в пожарную, потому что это машина для стюардесс. Вовсе нет. А ты заглядывал в багажник, сумки не будут болтаться. Затем наш непрописанный фильм стал ещё более непрописанным. Можно сделать селфи. Ну, ладно. Это уже от вас зависит, будет ли это селфи. Дайте мне, я смогу всех нас запихнуть в кадр. Я умею. А может, это подождёт? Ну вот, супер. Ладно, продолжим наше занятие. Двери в ручное управление. Контроль. Так. Хватит шутить про стюардесс. Спинка стоит прямо? Куда мы едем? Давайте просто поедем. В этот момент мы должны выехать, как обычно. Сначала болтовня, потом... Здесь будет голос за кадром. Я добавлю закадровый текст. Постойте, я скажу. Поскольку мы не смогли решить, куда ехать, все мы отправились в разные стороны. Ладно. Поскольку мы не смогли решить, куда ехать, все мы отправились в разные стороны. Продумая он всё заранее, Ричард бы нашёл подходящий карьер, в котором сумел бы протестировать свой намат для активного образа жизни. Но не продумал. Поэтому... Кажется, я не смогу изучить возможности этого автомобиля, стоя в пробке. У меня был навигатор, и поэтому мне было проще. Я нашёл идеальную дорогу, чтобы выпустить на волю потрясающего малыша ТЭТЭ. Двигатель у этого автомобиля — абсолютный шедевр. Абсолютный. В вашем распоряжении без малого 400 лошадиных сил. И постоянно чувствуется большой барабан крутящего момента. Послушайте, какой звук он издаёт. Он напоминает... Напоминает... Что же он напоминает? Он напоминает... Напоминает медведя, наступившего на штепсель. Не то. Медведь бы сказал «Ай», да? Ай до. Ай до. Продолжение следует...